Дорогие братья и сестры, пришло наше время начинать наше служение. Скажем все вместе слава Богу. Действительно, Бог достоин всей славы, всей хвалы. И давайте перед началом служения мы вместе вставшие прославим Бога Псалом. О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой! Глава Псалом Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. С мирским богатством не сражит тот город золотой. И он вечно буду жить, я с ним, я жалкий брат земной. Славлю он за меня, слава Бога Псалом. Аллилуйя, 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 Аминь. Нет ночи в той стране, святой, не меркнет солнца свет. Там все сердца звучат, полонно плача больше нет. Славлю он за меня, страдал на голове он. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. О, братья, сестры, радость нам дана и приветствую. Здесь видит все, что светит, там, куда мы все придем. Славлю он за меня, страдал на голове он. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Слава нашему Богу, что мы в этот вечер еще можем собраться в это благоприятное время. Я хотел начать с одного места, филиппинцам, 3 глава, 12 стиха. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Здесь апостол Павел говорит, что не то, что он чего-то уже достиг, не то, что он как бы все до конца дошел, и все, как бы он сидит, ожидает пришествия Христа. Он понимает, и мы знаем, сколько он книг написал, и интересно, что он написан, что он понимает, что стремлюсь я к цели, я не почитаю себя достигшим. И сегодня, в этот вечер, давайте задумаемся, в каком мы сейчас состоянии, с каким намерением мы пришли сегодня на служение. Мы пришли, как бы утром уже наполнились, дошло все до конца, и мы уже можем расслабиться вечером и просто как бы послушать пение какое-то. Или мы действительно понимаем, что это жизнь наша христианская, мы действительно как пришельцы и странники на земле, мы все равно, хоть Иисус живет в нас, мы просто стремимся вперед к этой цели. И давайте попросим нашего Бога, чтобы Он благословил это служение, чтобы все, кто выходили сюда на сцену, были наполнены Духом Святым, чтобы из них, из их уст исходила только истина, и чтобы всякое пение, всякое участие, которое здесь будет, чтобы оно было для нашего назидания, и чтобы мы могли в единстве, в Духе прославить нашего Господа. Давайте помолимся, попросим нашего Бога благословения. День за днем, год за годом, и порой наша житейская суета закруживает нас, и мы порой не можем даже на миг остановиться и подумать о нашей жизни, осмыслить, куда мы идем, в какую сторону мы идем. И знаете, в этой песне автор выражается, и лишь с тобой всегда тепло, и в дождь, и в град, и в снег. Знаете, самое лучшее место это в церкви, это на наших коленях, это молиться Богу, иметь общение с Ним. Это самое, что может драгоценно и лучшее быть у человека. И вместе давайте. И вот промчался еще день такой же, как и все. И вот промчался еще день такой же, как и все. И вот промчался еще день такой, как и все. 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 Весны, бесценный огне славы, Все озаряешь ты. Лишь ты, превознесенный в славе, Смалою окружен, Обречет величие на веки будет дом, Отдавители небесные на глубокий без земли. Иисус Господь, святой Бог, это Бог, Слонились мы. На кресте Он победил, Совершенность воскласил, Ныне славе небеса. Аллилуйя, 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 О Спаситель! Лишь ты, превознесенный в славе, Смалою окружен, Обречет величие на веки будет дом, Отдавители небесных на глубокий без земли. Иисус Господь святой, 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 И Я очень рад быть на этом месте и вместе с вами прославить нашего всемогущего Бога Иисуса Христа. Давайте мы откроем 4-е царство, 17-я глава. Прочитаем 1-й и 2-й стих и потом с 5-го. 4-е царство, глава 17, с 1-го стиха. В 12-й год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илый. В Самарии над Израилем и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Из 5-го стиха. И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь Ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахи и в Хавори при реке Газон и в городах Мидийских. Когда стали грешить сыны Израилевы перед Господом, Богом Своим, который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона, царя Египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу, Богу Своему, и построили себе высоты на всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статую и изображение Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которые изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте сего. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предстерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и жесточили выю свою, как бы выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презрели уставы его и завет его, который заключил с отцами их, и откровения его, какие он предстерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. И оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили Дубраву, и поклонились ему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сынов своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на Израиле, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповеди Господа Бога своего, и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдал их в руки грабителей, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова, и воцарили Ировама, сына Иноватова. Я прочитал сейчас очень много стихов. И мы здесь слышали, что в этой 17 главе мы видим, что Бог отстал от Израиля, от Иуды. Говорит, все. Израильтяне так сильно грешили, что Бог сказал, я больше не хочу иметь с ними никакого дела. Потому что я им говорил через пророков. Я им говорил, пожалуйста, не делайте, через отцов. Отцы тоже самое делали. И Господь уже больше не смог дальше и сказал, все, я хочу оставить вас. Пускай вас грабят, пускай с вами там делают, но я оставлю вас, потому что вы делаете грех. Казалось бы, если бы я был на месте одного из каких-то израильтян или места царей, конечно же бы я так не поступал. Очень часто мы так думаем. Очень часто. Если бы я был на месте царя, я, конечно, бы взял все в своих руки, убрал бы всех этих идолов. Я бы начал служить по-настоящему Господу. И спас бы Израиль, спас бы Иуду. И Господь бы не отвернулся от лица его. Но давайте вспомним историю про Адама и Еву. Было согрешение, не правда ли? И казалось бы, если бы я был Адамом или Евой, то никогда бы я не съел этот плод и никогда бы не вел народ в грех. Но существует очень много разных ситуаций в нашей жизни, когда мы сами поддаемся под грехи. Давайте, дорогие друзья, мы посмотрим. 17 глава, 6 стих. В 9-й год Осии взял царь Ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассарию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газон и в городах Медийский. Все мы здесь, дорогие друзья, братья и сестры, все мы здесь переселенцы. Мы приехали в эту страну, Америку, кто-то 20-30 лет назад, кто-то 3-4 года назад, кто-то совсем недавно, но все мы здесь приехали. Мы смотрим, что израильтяне, израильский народ, их тоже переселили. Да, их переселил другой царь, но Бог же видел эту ситуацию. Сейчас мы находимся все в Америке, и мы прекрасно, мы ходим в нашу церковь, в Суламиту. Мы тоже здесь переселились. Седьмой стих. Когда стали грешить сыны Израилю и пред Господом, Богом Своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона царя египетского, и стали чтить богов иных. Мы видим, что когда стали грешить сыны Израилю, значит, когда они были переселены, они, может быть, соблюдали заповеди, они все равно шли за Господом, за их Богом. Но наступило время, когда израильский народ в этих чужих городах, не своих городах, переселенных, он стал грешить. Давайте мы сейчас посмотрим на свою жизнь. Мы приехали в Америку. И когда-то, очень много лет назад, когда мы только что приехали, мы здесь ходили, мы служили Богу от чистого сердца, и было все так прекрасно. И мы приехали сюда. Почему? Потому что свободу надо нашу, свободу служения Богу. Потому что нас там теснили, наших родителей, дедушек и бабушек, они сидели в тюрьмах. Но мы хотели свободы, мы приехали в эту страну, как израильский народ перешел в другую страну, в другие города. Но смотря на нашу жизнь, мы начинаем замечать, что весь славянский народ, он приехал сюда, но что-то начало меняться. Что-то начало меняться. Начали появляться какие-то интересные случаи, много разводов, много каких-то разборств, каких-то людей в тюрьмы начинают зажать. Какие-то возникают проблемы, ситуации, и удивляешься. Господь, мы приехали в эту страну Тебе служить. Мы приехали в эту страну, чтобы Ты был прославлен. Но почему мы славяне? Почему мы начинаем сдвигать свою позицию и начинаем грешить? Читая 8-9 стих. И стали поступать по обычаям народов, которые прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они. И стали делаться на Израилевые дела, неугодные Господу, Богу Своему. И построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города. И стали поступать по обычаям тех народов, где они были. Очень часто мы наблюдаем картину, что мы начали поступать по обычаям этого народа, американского народа. Все говорят, что Америка это христианская страна. Но очень часто мы смотрим, что в обычной вообще христианской стране очень много есть людей, которые вообще даже не христиане. Мы можем спросить, вы верите Богу? Конечно, мы верим Богу. Но они абсолютно не поступают по-христиански. И мы начинаем наблюдать, я знаю, что вы знаете, может быть, своих друзей или родственников, или кого-то еще из нас, славян, которые начали поступать по этим же самым людям, которые здесь живут. Мы переселились, и мы все равно начинаем менять себя, чтобы следовать этой культуре. Если же там какие-то, ну я не знаю, какие-то разные ситуации, например, всегда нам говорили, что в кино нельзя ходить, я уже об этом говорил, да, в кино нельзя ходить, то здесь уже это находится абсолютно на нормальном и хорошем уровне. Если же в России, мы как христиане, у нас был какой-то уровень, то здесь это все разрушивается, и у нас разграничиваются границы, значит, мы можем и то делать, мы можем и это делать. Это абсолютно нормально. Почему? Потому что этот народ, который находится в Америке, он то же самое делает. И мы, как христиане, мы перестаем быть христианами, мы начинаем сдвигаться и расширяем свои границы, чтобы следовать вот этому народу. И, может быть, в каком-то смысле забываем Бога, чтобы Его прославить, что Он нам дает. Мы, как христиане, мы делаем неугодное в очах Господа, может быть, мы обманываем, у нас есть какая-то ненависть, непрощение, злость, сплетни и так далее. То есть очень много всего возникает, которое не должно у нас быть. И люди живут с этим, может быть, не каждый из нас, но люди живут с этим и не хотят от этого избавиться. Им это приятно. Почему я должен избавляться от этого греха, если мне это приятно, мне это здорово, мне это прекрасно, и я просто наслаждаюсь этим. Я не хочу каяться. Зачем мне это надо? Мы читаем 17 глава, 18 и 20 стих. И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. Иуда также не соблюдал заповеди Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И 20 стих. И отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их, и отдавал их в руки грабителей, и, наконец, отверг их от лица своего. Мы читаем, мы можем понаблюдать вот эту картину, что израильтяне были переселены, потом они начали грешить, и потом Господь сказал, все, я отвергаю вас от лица своего, потому что вы грешите, вы не хотите приходить ко мне. Мы читаем дальше, там написано, что Господь говорит то, что даже когда у вас были такие большие проблемы какие-то, вы все равно не захотели прийти ко мне. Даже когда я на вас посылал какие-то бедствия, вы все равно не захотели прийти ко мне. Вы поступали по обычаям тех народов, вы грешили, и Господь отступил. Чем мы отличаемся от израильского народа? Весь народ абсолютно одинаковый. И мы смотрим, что есть какая-то история, и мы следим, и мы прослеживаем, и мы можем увидеть, что многое, что творится неправильно в нашем народе. Очень многое. И многие не хотят покаяться в их грехах. Давайте прочитаем чуть дальше, это 22 глава, 1 и 2 стих. После того времени, после царя Осии прошло несколько царей, и, наконец-таки, восьми лет был и Осия, когда воцарился. Восьми лет ему было только восемь лет. И тридцать один год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил по всем путям Давида, Отца Своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Что же мне делать? Что же мне делать, если все-таки я грешу? Что же мне делать, если все-таки я не могу исправить свою позицию, хоть я что-то понимаю, но я не могу. Может быть, не нравится мой грех. Может быть, что-то еще. Я не знаю, в разных ситуациях у разных людей абсолютно по-разному. Но мы смотрим, что прошло некоторое время, и воцарился Иосия. И мы читаем, что он делал угодное в очах Господних. Иосия был один из царей, который делал угодное в очах Господних. Потому что через все царство мы читаем, что только некоторые из царей делали угодное, остальные вводили Израиль в грех. И что же сделал этот Осия? Давайте мы посмотрим. Значит, 18-й год царя Иосии, он послал своего писца и сказал к первосвященнику Хелке, и сказал, что я хочу восстановить храм Господень. Я хочу восстановить, потому что я вижу, что какая-то ситуация, я хочу восстановить. И вот этот вот человек, он пошел в храм и увидел этого первосвященника, и сказал, что все серебро, которое вы собираете, пожалуйста, отдайте на производителей работ, которые делают камни, чтобы они восстановили, чтобы они сделали и починили храм Господень. И этот первосвященник говорит этому человеку, ты знаешь, я нашел книгу, я нашел книгу закона в храме Господнем. Пожалуйста, возьми ее, иди, покажи своему царю. И давайте мы почитаем, что было дальше. Это 22 глава, 10 стих. «И донес Шафан, писец, царю, говоря, книгу дал мне Хелке, освященник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои». То разодрал одежды свои. То есть царь услышал, что в этой книге закона что-то было то, что израильтяне, израильский народ абсолютно не соблюдал. И мы читаем перед этим, мы читали, что он начал поклоняться другим идолам, и до того согрешал, что Бог отверг их от лица. Но этот царь был праведный, и он прочитал эту книгу и говорит, что-то не то. Что-то не то мы делаем, и разодрал свои одежды, потому что в этой книге закона было Слово Божье. И он говорит, он собрал там некоторых людей и говорит, царь, пойдите к пророчице. Пойдите к пророчице, и они нашли пророчицу Олдами, пророчице, и вопросите о этой книге, эту пророчицу. И спросите, что мне делать, потому что я узнал, я узнал закон Божий, и израильтяне не поступали по этому закону. Что же мне делать сейчас? И мы читаем с 15 стиха, 22 глава, 15 стих. И она сказала им, так говорит Господь, Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне. Так говорит Господь, наведу зло на место Сия и на жителей его. Все слова книги, которые читал царь иудейский, за то, что оставили меня, икодя другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место Сия и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, скажите. Так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которых ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место Сия и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то я услышал тебя. Говорит Господь, за это вот, я приложу тебе к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидит глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место Сия. И принесли царю ответ. Потом царь собрал весь народ и начал им рассказывать. Дорогие друзья, мне кажется, это очень большой ответ для всех нас. Была найдена книга, была найдена книга, у нас есть Библия, и я уверен, что в нашем доме есть не одна Библия. Может быть, две, три, четыре Библии лежат, и может быть, очень часто эта книга, Библия, Библия, закона лежит на полочке и пылится, а может быть и нет. В этой книге закона написаны очень важные, важные для нас слова, важные для нас предостережения. И стоит вопрос, читаю ли я? Могу ли я увидеть там, могу я проанализировать ли эту книгу и увидеть там себя, где я должен исправиться? Не надо судить других. Другой не читает, другой так делает, или третий. Давайте мы посмотрим на себя. Давайте мы будем, как тот царь Иосия, который прочитал, увидел, исследовал и говорит, так дальше дело не пойдет. Я должен остановить это все. Я должен, я должен молиться, я должен исправлять свою жизнь. И вы представляете, если бы каждый из нас поступил, как этот царь. Каждый из нас. Есть такое одно слово, пробуждение начинается с меня. Не с кого-то другого. Почему он это не делает? Почему она это не делает? Пробуждение начинается с меня. Если каждый из нас не будет исправлять другого, а каждый из нас задумается о себе, как я должен себя исправить, где я должен себя контролировать, контролировать, где я должен, я должен попросить прощения, а не мне, мне должны все говорить, что я такой хороший, и должны у меня прощения просить. Я должен начать с себя. Если каждый из нас, каждый начнет с себя, тогда поднимется церковь Господня. И тогда вот эти слова, они будут действовать. И тогда Господь Иисус Христос, Он будет с нами всегда в нашей жизни. Но только мы должны проследить свое сердце. И обязательно каждый день, каждый день, еще раз каждый день читать Слово Божие, изучать Его. И Дух Святой наполнит наши сердца. И Он благословит нас. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Помолились, чтобы Господь обильно нас благословил. Благословил обильно наши сердца. Чтобы Он дал нам огромное-огромное желание каждому из нас изучать Слово Его. Молиться. Просите, и дано будет вам. Просите. Если не получается больше молиться, если не получается больше читать Библию, просите. И Господь увидит, Он услышит, Он даст огромное желание. И много таких случаев, когда люди просят, и Господь отвечает. Особенно, если это касается духовного мира. Пускай Господь всех вас благословит. Аминь. Будем молиться. Братья и сестры, скажем слава Богу. Действительно, Бог могущественен, Его имя сладко. Давайте вместе общим пением споем Иисуса имя сладко мне, покой и радость в Нем душе. Иисуса имя сладко мне, покой и радость в Нем душе. Люблю твердить Его везде. То имя Иисуса. Иисус, Тебе хвала. Неизмена навсегда. Славьте, 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 славьте все устам, то имя Иисуса. Славь танцами, да я готов, от раду мне дает одно. Люд, 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 очень полно, то имя Иисуса. Иисус, Тебе хвала. Неизмена навсегда. Славьте, славьте все устам, то имя Иисуса. Иисус, что выразив во мне, как тора, как Твоя имя мне, нас славлю в славенной поле. То имя Иисуса. Иисус, Тебе хвала. Неизмена навсегда. Славьте, славьте все устам, то имя Иисуса. Иисус, Тебе хвала. Неизмена навсегда. Славьте, славьте все устам, то имя Иисуса. Слава Богу, можете садиться, и сейчас Виктория послужит нам песню «Рядом с тобой идти». К небу в ссор я возношу, и Тебя, Господь, прошу, будь со мной, как верный друг, пусть хоть свет, хоть брак вокруг. Рядом с тобой идти цель лишь одна, чашу твою избить, пусть хоть одна. Радость Тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Рядом с тобой идти цель лишь одна, чашу твою избить, пусть хоть одна. Радость Тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Жизнь моя в Твоих руках, хоть я пред Тобою прав. Господи, Твоя любовь греет сердце вновь и вновь. Рядом с тобой идти цель лишь одна, чашу твою избить, пусть хоть одна. Радость Тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Рядом с тобой идти цель лишь одна, чашу твою избить, пусть хоть одна. Радость Тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. День за днем идут года, как с вершины гор вода, так и мы к концу идем, где же вечность мы найдем. Рядом с тобой идти цель лишь одна, чашу твою избить, пусть хоть одна. Радость Тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Слава Богу! Я искал Тебя, земля моя, Я искал Тебя, тихий мой дом, было пусто вокруг и без себя, пусто без себя, сердце мое. Я искал Тебя, тихий, 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 тихий. Я искал Тебя, тихий, 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 тихий. Я искал Тебя, тихий, 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 тихий. Я искал Тебя, тихий, 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 тихий. Я искал Тебя, тихий, 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 тихий. Я искал Тебя, тихий, тихий, тихий. Тихий, 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 тихий. Я искал Тебя, тихий, 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 тихий. Я искал Тебя, тихий, 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 тихий. Мой дом, ты не станешь в тихий плечах. О, как давно о тебе сейчас скучал. Я скучал, я скучал. Я нашел тебя, церковая. Вечная слава Господу, братья и сестры, за прекрасное время, которое мы имеем сегодня. Мы собираемся сюда, прославляем Бога. Я бы хотел так для вашей самооценки спросить у вас, насколько важным мы считаем то, во что мы веруем или что мы делаем в своей жизни, когда мы приходим на служение. Одна просьба к вам, если у вас есть Библии, поднимите их. На ваши рассуждения. Поэтому очень важно иметь меч, слово Божие, посредством которого мы хотим иметь жизнь вечную. Это важно. Мы привыкаем к важности слов, которые звучат в кафедре. Мы привыкаем к определенному потоку информации, которая поступает к нам. Однажды я читал такую историю, и мама говорила, что я умру, и дети уже привыкли к этим словам, и в одно мгновение ее не стало. И они так разочаровались. Как так? Мама ушла. Но мама предупреждала о том, что она умрет. И это время случилось. Поэтому такая рутинная обыденность, она заглушает наше чувство ответственности. Она как-то покрывает нас такой паутиной и таким туманом привычки к благоустройству, привычки к комфорту. И мы теряем чуть-чуть осторожность, мы теряем бдительность в том, что мы двигаемся в вечные небеса. И мы на дороге. И поэтому Слово Божие, оно дано для нас самим Богом. И это важно, важно понимать и сфокусировать свое внимание, сфокусировать самого себя на то, что Слово Божие – это Слово Божие. Не просто человека, Павла, Петра, Максима, но самого Бога, который сотворил вселенную и по милости которого мы здесь. Поэтому в этот вечер еще звучит Слово Божие. И мы верим в сверхъестественность этих всех происходящих вещей в нашей жизни, что Бог нематериален, Бог сверхъестественен. И Он напоминает и говорит нам. И в провидении Бога каждое служение, которое мы имеем на земле, потому что мы собираемся по Слову Его. А там, где мы собраны во имя Его, Он присутствует Духом Своим. Я хочу предложить нашему вниманию определенное рассуждение и одну тему, которую затронул сам Христос. Будучи на земле, проповедуя или уча учеников, живя вокруг израильского народа, Он творил много разного, помогал, давал жизни тем, которые уходили из жизни, Исцелял тех, которые имели проблему со здоровьем, кормил хлебом тех, которые нуждались в этой пище. И все это было вокруг Израиля. Люди видели, то, что происходило с этим человеком на этой земле, было что-то новое, необыкновенное. И это заострило особое внимание человека, учителя, начальника иудейского, который приходит к Иисусу, и Священное Писание повествует нам эту историю. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 или с 1 по 7 стихи. Я зачитаю этот текст. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Такой диалог произошел когда-то на земле, и Бог позаботился о том, чтобы мы могли это возобновить у нас в памяти, прочитав эту историю. Историю, которая оставляет определенные уроки для нас и заставляет нас задуматься над тем, что нам делать и куда нам двигаться. Определенный вопрос, и происходит упрек Никодиму. Ты, учитель, и не знаешь, что должно делаться. Какие-то странные слова я тебе сказал. В начале диалога Никодим говорит о том, что ты творишь чудеса, И поэтому твое присутствие на этой земле, оно дает возможность нам понимать, что ты делаешь это не собственной силой. И эти действия могут происходить только, когда с ним Бог. Ты учитель, пришедший от Бога. То есть, то, что ты делаешь, это неординарно. То, что ты делаешь, это необыкновенно. И человек не может это делать, если не будет с ним Бог. Это утверждение поставило Никодима в положение поклоняющего или положение того, что он почитает Иисуса Богом. Он знает, что это действительно действия сверхъестественные. И Христос переводит тему на другое русло. О том, что тебе надобно, Иисус сказал, истинно, истинно говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рождение свыше – это интересное выражение. Если брать греческий оригинал и брать грамматический анализ этого выражения, то фраза говорит следующее, что кто-то действие производит над ним. То есть, если это рождение, то это действие, производящееся над ним, кем-то. Снова рождение свыше, то есть рождение заново, снова. Поэтому рождение свыше – это опыт, который дает человеку кто-то. И этот кто-то является Бог. Человек не может родиться сам. И не может человек родить другого человека свыше. Но производит это великий Бог. И это выражение упрок в сторону Никодима был, наверное, небезосновательный. Потому что идея рождения свыше, она присутствовала в иудейском народе. Идея рождения заново, она не была новым откровением. Рассматривая иудейский народ и иудейскую религию, человек, который захотел стать или исповедовать иудаизм из другой религии, он должен пройти определенную процедуру, которая сопровождалась молитвой и жертвоприношением. И после этого человека считали заново рожденным. И в мнении и представлении иудеев об этом человеке были таким радикальным, что они считали, что грехи, которые он совершил, они были истреблены. И поэтому человека считали заново рожденным. И не только в иудеи. Античный мир, который окружал новозаветное время, был знаком с идеей рождения свыше. Греческие религии также сопровождались именно идеей о том, что человек, захотевший присоединиться к определенной религии, он должен проходить определенные действия, испытания, иметь определенный ритуал посвящения, который сопровождался определенной музыкой, определенными курениями, всеми средствами, которые действовали на чувства человека. И после совершения полного пути, который принадлежало сделать, его посвящали. Поэтому идея, которой сказал Христос, не была новым откровением. Это присутствовало в том народе, который слышал слова Христа. Что говорит Ветхий Завет нам об этом? О том, что должно произойти. Когда мы открываем первую книгу Царств, 10 глава, 6 стих. Это Саул, первый царь израильский. И здесь выражение Библии оставило нам, что ты будешь иным человеком. Будешь иным человеком после того, когда сойдет на тебя Дух Божий. То есть ты протерпишь изменения в соответствии с тем, когда будет определенное действие Духа Божия. Этот опыт он переживал. И это прописано в Священном Писании. Но я хотел бы еще обратить ваше внимание на пророка Иеремию, который говорит нам и повествует следующее. Книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 стиха и ниже. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды, Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомину более». Идея Нового Завета, который посвящает или освящает пророк Иеремия, прозвучала именно как откровение Божие для своего народа. Иеремия жил во время пленения, и его переживание за свой народ заставляло или было как опыт переживания, и в это время как Бог прообещал сделать что-то для своего народа в качестве освобождения или в качестве восстановления взаимоотношений, в качестве взаимоотношений нового порядка, не старого. И вот Иеремия проговаривает о том, что придет время, когда Бог будет говорить в сердцах, будет влаживать закон свой во внутренность и будет особое отношение Бога и человека на более высоком уровне, нежели тот, который был в то время у израильского народа. Иеремия не унижает Синайский закон, он не говорит, что он не актуален, что он будет истреблен. Иеремия проговаривает о том, что придет время, когда Бог заключит Новый Завет. Новый Завет на новых условиях. Опыт Моисея, когда народ получал или Бог заключал с народом Израиля Завет, был уникальный. До Моисея не было посредника и Бог или человек не мог общаться непосредственно с Богом, только через посредника. Но пришло время, когда был уникальный момент в жизни народа, когда Бог давал свои законы Моисею. И поэтому Моисей записал или Бог записал на скрижалях и это стало текстом. Но придет время, пророк Иеремия говорит, что я заключу Новый Завет с Домом Израиля и дам новые взаимоотношения. Но теперь Бог говорит о Новом. И Иеремия смотрит на то, что звучит к народу и оставляет место сомнению в том, что это возможно. Иеремия 13 глава 23 стих он говорит «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Иеремия видит испорченность человека. Иеремия проговаривает о том, что может ли Ефиоплянин изменить кожу и барс пятна свои? Вопрос для нас или ответ наш это невозможно. Невозможно. И вот в таком сравнении Иеремия говорит о том, что человек не может изменить себя. Он не может изменить свои отношения. он не может изменить. Почему Бог заключает новый свой завет или хочет изменить новый или заключить новый свой завет? По какой причине? Тот завет мой они и нарушили, хотя я оказался в союзе с ними, говорит Господь. По причине нарушения со стороны человека по причине того несостояния человеческого изменить себя и изменить свою сущность по отношению к Богу. Бог говорит, что придет время, когда я буду иметь со своим народом особые взаимоотношения, когда я буду со своим народом иметь общение на уровне сердца и свои законы я вложу внутренность их и буду их Богом и они будут моим народом. Придет время, говорит пророк Иеремия, наступит это время, когда эти отношения Бога и человека изменятся, и это будет более высокий уровень взаимоотношений. Бог открывает Иеремии суть Нового Завета, которая заключается, что сам Господь изменит сердце человека. И во Христе совершилось то невозможное, о чем Иеремия писал, что человек не может измениться, так как он привык делать злое и не может измениться в лучшую сторону. Но Бог указывает Иеремии суть Нового Завета, что придет Мессия, который изменит и который сделает это возможным. Новый Завет обращен к сердцу человека и отличается внутренним единением с Господа и скреплен прощением грехов. Бог не хочет иметь дело с грешным человеком. Бог хочет иметь дело со святым народом. И вот эти взаимоотношения со святым народом возможны только посредством Иисуса Христа. Цели Бога не поменялись в том, что Он хочет восстановить человека падшего. Цели Бога остались прежними. Он последовательно осуществляет свои планы и свой вечный замысел спасения человека. Цель Бога это святость его народа и полное изменение. И это изменение будет через внутреннее возрождение его присутствия. Эта особая перемена будет сопровождаться тем, что Он вложит закон в сердца человека и будет особое взаимоотношение познания Бога. И Езекииль, пророк Езекииль проговаривает те же слова 36 глава пророка Езекииля 25 по 27 стих. Пророк Езекииля 36 25 И окроплю вас чистою водою и вы очиститесь от всех сквен ваших и от всех идолов ваших очищу вас и дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять и будете жить на земле которую я дал отцам вашим и будете моим народом и я буду вашим Богом Иезекииль продолжает тему или идею Иеремии о том, что придет новое время мессианский век когда будут новые взаимоотношения нового народа с Богом поэтому упрек Иисуса Христа относительно того, что ты учитель Израилев и не знаешь об этом что тебе или вам должно родиться свыше ты что не читал пророка Иеремию ты что не читал Иезекииля вот они говорят об этом Бог никогда не оставляет свой народ без того чтобы сказать свои слова предупредить последовательно подготовить народ к тому что придут перемены что придет то время когда будет новое взаимоотношение когда придет мессия на эту землю чтобы совершить то что предназначил вечный Бог от начала поэтому Иисус указывает дважды на то что вам необходимо родиться свыше упрек был уместен но какова или каковы средства рождения свыше Христос говорит истина истина говорю тебе если кто не родится от воды и духа не может войти в царствие Божие и так идея о том что необходимо будет новое рождение необходимо будет новое взаимоотношение Бог проговаривает через пророков и подготавливает народ к тому что придет мессия что это необходимо условия взаимоотношения Бога и человека через рождение свыше но как можно произойти как можно быть рожденным свыше и Христос вторично делает утверждение о том что истина истина говорю тебе если кто не родится от воды и духа не может войти в царствие Божие средства или средство рождения свыше это должны родиться от воды и духа вода это символ слова Божия просматривая древние источники которые говорят нам определенную символику в воды и проговаривая это на страницах писания мы можем найти что вода значение воды как капли роса и тому подобное просматривается как семя и когда мы читаем первое послание Иоанна 3.9 повествует нам следующее что всякий рожденный от Бога не делает греха потому что семя его пребывает в нем и он не может грешить потому что рожден от Бога определенное понимание воды или символ воды как Слово Божие и это утверждение я бы хотел с вами проговорить на основании Священного Писания обосновать это что именно вода является Словом Божиим и я бы хотел с вами пройтись по Новому Завету и проговорить именно вот это первое послание Петра первая глава 23 стих говорит нам следующее как возрожденные не отленного семени но отнетленного от Слова Божия живого и пребывающего вовек Петр проговаривает о том что мы возрождены действием Слова Божия и оно нас вводит в особые сверхъестественные отношения с Богом нас вводит в вечность нас вводит в то где пребывает Бог второе место это Иакова первая глава 7 18 стих восхотев родил он нас Словом истины чтобы нам быть некоторым начатком Его создания Бог родил нас Словом есть определенное рождение Словом истины чтобы нам быть некоторым начатком Его создания следующее место Ефесянам 5 глава 25 стих по 27 мужья любите своих жен как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы осветить ее очистив баню водную посредством Слова чтобы представить ее себе славную церковью не имеющей пятна или порока или чего либо подобного но дабы она была свята и непорочна Павел проговаривает это слово баню водную имея метафору такую сравнение как приготавливает Христос свою церковь он очищает и эта очистительная сила баню водную является посредством слова еще я хотел бы открыть или проговорить Евангелие от Яна 15 глава 3 стих вы уже очищены через слово которое я проповедовал вам как вода имеющая очистительные свойства так и слово вы уже очищены через слово которое я проповедовал вам римлянам 10 глава 17 стих итак вера отслышания отслышания от слова Божия итак Библия подтверждает наше понимание и утверждение о том что вода это символ слова Божия итак истинно истинно говорю тебе если кто не родится от воды и духа не может войти в царствие Божие необходимо рождение от слова Божия и от Духа Святого титул 3 глава 5 стих он спас нас не по делам праведности которые бы мы сотворили а по своей милости банию возрождения и обновления святым Духом Христос напоминает Никодиму от необходимости рождения свыше проговаривая эту идею которая была от начала у Бога которая была возвещена народу израильскому через пророков он говорит об условиях или средствах как можно родиться свыше рождение свыше необходимо или оно возможно посредством Слова Божия и Духа Божия и после этого человек может войти в Царствие Божие поэтому живя на этой земле находясь в обществе будем внимательны к тому что говорит нам Слово Божие Слово Божие говорит нам о том что есть условия новых взаимоотношений Бога и человека на новом уровне и этот уровень возможен только посредством Иисуса Христа и рождение свыше оно возможно посредством Слова которое приходит к нашему разуму который касается нашего сознания нашего понимания Слово Божие которое звучит здесь на этом месте которое касается нас и мы просматривая себя в свете Слова Божия можем оценить себя и принять решение для себя следовать или не следовать тому что предлагает Господь поэтому рождение свыше происходит взаимно Слово Божие совместно с Духом Божиим и когда человек слышит Слово Божие когда оно доходит до сознания когда он понимает и может оценить себя может поставить себя в положение в свете Слово Божие и посмотреть на себя со стороны Слова Божие посмотрев на это Дух Божий в это время работает во внутреннем человеке изнутри он указывает на то что слова которые звучат они истина они имеют силу они могут изменить они могут дать жизнь вечную и условия для того чтобы войти в Царство Небесное Бог говорит что вам необходимо родиться свыше независимо от того рожден ли ты в христианской семье независимо от того постоянно ли ты посещал воскресную школу был ли ты мужчина или женщина принадлежал ты к израильскому народу или к другому сегодня Господь говорит что вам необходимо рождение свыше вам необходима этот опыт совершенно новый опыт вашего взаимоотношения с Богом вам необходима эта встреча когда Слово Божие производит вас действие когда Дух Святой касается вашего сердца всех которые сегодня имеют эту возможность это состояние посмотреть на себя сегодня есть возможность принять решение можно сегодня принять тот шаг или сделать тот шаг навстречу Господу чтобы наследовать жизнь вечную чтобы войти в небесную отчизну чтобы увидеть небесное царство чтобы быть с Господом нужно родиться свыше нерожденному свыше я думаю что нет возможности быть в небе поэтому сегодня Господь говорит каждому сердцу тому кто нерожденный не имел особой встречи с Господом не имел особых переживаний не имел того взаимоотношения нового с Господом сегодня Господь предлагает нам эту возможность приди ко мне и имея со мной новое отношение я хочу иметь я пришел на эту землю ради твоего спасения и поэтому Господь сегодня и голос Божий звучит для нас если вы не в мире если вы не рождены свыше сегодня возможность это остается для нас и да благословит нас Господь быть внимательными к тому времени к тому положению в котором мы находимся чтобы нам наследовать жизнь вечную и быть с Господом аминь братья и сестры у нас перед нами очень важное служение это материальное служение для нашей церкви благословить нас Господь пожертвовать от чистого сердца отдать ему все его и давайте вместе ставшись поем старый псалом где ты прекрасная чистая ясная родина вечная отчизна моя отчизна 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 Скоро придет со мной, и белоснежную церковь возьмет. Только прошу Тебя, даю стоять в пути, чтобы без пятнышка не обойти. Поза ко мною синее небо, вся и бездомна в лицах швадрик. Сынки истищем, радости много, в родине вечно возвратились они. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, а чисто моя. Ты мимоё сердце, все мои юности, руки Иисуса, отдаюсь навсегда. Слава Богу, и сейчас наш прекрасный хор послужит нам пением. Слава Богу, и сейчас наш прекрасный хор послужит нам пение. Слава Богу, и сейчас наш прекрасный хор послужит нам пение. Слава Богу, и сейчас наш прекрасный хор послужит нам пение. Он не даст поколебаться ноге Твоей. Господь не дремлет, нет, Он охраняет Тебя. О, Господь, Ты хранитель, Господь, сень Твоя. С Твоей правой руки, с Твоей правой руки. Днём солнце не поразит, Ни луна в ночи душу Он захранит Отныне и вовек. Слава Богу, и сейчас наш прекрасный хор послужит нам пение. Слава Богу, и сейчас наш прекрасный хор послужит нам пение. Слава Богу, и сейчас наш прекрасный хор послужит нам пение. Слава Богу, и сейчас наш прекрасный хор послужит нам пение. О, Господь, ты хранитель, Господь всей твоей. С твоей правой руки, с твоей правой руки. Солнце не парит, никуда ночи, душу сохранить от линии твоей. Помощь, помощь, помощь моя от Господа. О, Господь, ты хранитель, Господь, ты хранитель, Господь. Солнце не парит, никуда ночи, душу сохранить от линии. Солнце не парит, никуда ночи, душу сохранить от линии. О, Господь, от тебя мой Господь. О, Господь, вся моя помощь. Помощь моя от Господа. Солнце не парит, никуда ночи, душу сохранить от линии. Помощь моя от Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От себя Господь Субтитры создавал DimaTorzok 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 И там имели еще одно служение вечером Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Начинается это свидетельство с того Возможно, кто-то слышал, я вчера говорил о нем по радио Начинается с того, как девушки, неверующие девушки подарили Новый Завет Вот помните, геденовские небольшие такие Подарили девушке Новый Завет и сказали Читай его, ходи на служение Она стала его читать Папа увидел, что она читает и ей запретил Она спрятала этот Новый Завет Потом, когда пришла со школы и стала его читать Папа пришел, увидел, что она читает Забрал этот Новый Завет и запрятал к себе в рабочую одежду Он был шахтер Это где-то было в шахтерском городке Он запрятал его в рабочую одежду Пошел на работу И через время на этой шахте, где он работал И его товарищи, произошел взрыв Ну, как вы знаете, там частенько взрываются шахты Произошел взрыв и завалило людей Как мы понимаем, они были живы Но раскопать их, быстро достать Очень иногда не получается Прошло какое-то время Когда раскопали завал Вытащили людей 28 человек Они все были мертвы Как я понимаю, они задохнулись Они погибли не от завала ко мне Они задохнулись Не хватило кислорода 28 мертвых мужчин Кто-то оплакивал брата Кто-то оплакивал отца Кто-то сына Интересно, когда эта девушка подошла Она увидела там и своего отца Она заглянула в рабочую одежду, в спецовку Достала этот Новый Завет И там она нашла такие слова Я вот не помню Либо это было написано на самом Новом Завете Либо это была бумажка Где написано Но были написаны такие слова Что дочка, прости меня, пожалуйста Я запрещал тебе читать эту книгу Вот здесь, когда мы оказались Перед лицом смерти Мы все понимаем, что мы умрем Это отец написал дочке Последние свои слова Мы читали этот Новый Завет И я принял Иисуса Христа И все мы, 28 моих друзей Мы все покаялись перед Богом здесь И в доказательство этого Мы все оставляем свои подписи Что мы покаялись Слава Богу, братья и сестры Хочется сказать Слава Богу И хочется громче сказать Давайте громче Слава Богу, братья и сестры Бог спасает людей сегодня Меня это тронуло Я просто задумался Вот тот человек Который подарил этой девушке Евангелие Маленький Новый Завет Он вообще отдавал себе отчет Какую работу Эта Евангелие произведет дальше Вообще понимал ли он Что это Евангелие Вот так случится И 28 душ Перед своей земной смертью Обратятся к Иисусу Христу Вы знаете, после этого Я так серьезно задумался И пересмотрел вообще Свою проповедь и свое Евангелие То есть иногда оказываются Простые сказанные слова Простая кому-то подаренная Библия Если мы не умоляем И не забываем, что Дух Святой работает Над этим словом и над этим человеком Может сделать очень-очень много Поэтому хочется подбодрить всех нас Мы сталкиваемся с людьми каждый день И им надо говорить о Христе На ломаном, переломаном На английском, на испанском Как мы только вообще понимаем Мы должны это говорить И должны не забывать, что Дух Святой Об этом позаботится И Бог оставил нам это повеление Поэтому меня лично очень тронуло это свидетельство А сейчас, перед тем, как я скажу пару слов Давайте мы просмотрим небольшой отрывок Служения, которое имела наша церковь Я думаю, у операторов там все готово Это был хор И вот что мне понравилось Часто бывают люди, которые командуют Говорят как надо А сами примеры не показывают То это был псалом Когда пели два регента Наш регент Николай Юськов Вместе с другим регентом Это молодой парень Регент молодежного хора Церкви «Дорога до Бога» И совместный хор Вот пел псалом о Духе Святом Готовы, друзья, у нас? Давайте, пожалуйста, все на экран Редактор субтитров А.Семкин Я жажду близости твоей Спаситель мой Спаситель мой Прибудь со мной Во всякий час даренный мне Прибудь со мной Спаситель мой Прибудь со мной Всегда во всем яви ты мне Свою любовь Свою любовь Свою любовь Я би ты мне Дай больше рвенья к тебе Дай крутость вновь Свою любовь Дай мне любовь Дух Святой сошел Дух Святой нашел Дух Святой поднял Дух Святой огнял Дух Святой сошел Дух Святой нашел Дух Святой поднял Дух Святой огнял Дай сердце чистым вознестись Тебе мой Бог Мой дивный вод Ты мой покой С тобою вечно жажду жить Дай можете пожить Дай jeito сошел Дух Святой поднял Дух Святой поднял Дуй святой сошел, дуй святой нашел, Дуй святой моря, дуй святой моря. Кто я пред тобой, что узнел ты меня, Дам ей вечную жизнь, дам ей вечный покой. Дуй святой сошел, дуй святой нашел, Дуй святой патня, дуй святой аня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Господу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Все мы мечтаем, и это нормально, иметь счастливого мужа, иметь счастливую жену, и сами быть счастливым мужем, счастливой женой. И вот если у меня буквально вы заберете время и скажете, вот скажи на эту тему коротко, я скажу коротко. Почитай отца твоего, почитай твою мать, тебе будет благо, ты будешь долголетен на земле. Ефесянам 6.1. Откроем это место. Ефесянам 6.1. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Первая заповедь с обетованием. Почитай отца твоего, почитай твою мать, да будет тебе благо, да будешь долголетен на земле. Интересная вещь, вот из 10 заповедей, это первая заповедь, как говорит автор послания к Ефесянам, это первая заповедь с обетованием, другими словами заповедь с обещанием. То есть Бог говорит, вот если ты ее выполнишь, я обещаю, это Бог говорит, что тебе будет благо, ты будешь счастливый человек, и ты будешь долголетен, ты долго проживешь на этой земле. А что еще надо? Быть счастливым и долго прожить. Наверное, если что-то выкинуть из этого, то, наверное, получается плохо, да, либо счастливый, но пожил мало, либо долго пожил, но не счастливый. Бог обещает со своей стороны в результате выполнения этой заповеди, в результате почтения твоего и моего к нашим родителям, уважения к нашим родителям, Бог обещает со своей стороны, я сделаю, чтобы ты был благословен, чтобы ты был счастлив. Я сразу скажу о себе, я очень счастлив в своей семье. Я благодарю Бога за свою жену, за своих детей, за своих родителей, хотя у меня неверующий отец. И тоже для меня важно, я благодарю Бога за своих вторых родителей, я тоже в них нашел родителей. Об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. Очень важно молодому человеку, молодой девушке сегодня заработать благословение отца, благословение матери. Есть некая разница в этом. Иногда бывает вот так. Сын пристает, обижает, ломает жизнь, из-за него мать плачет, а потом мама благослови. Мама скажет, а благослови тебя, сынок. Но заработал ли ты всей своей жизнью это благословение? Будет ли мать вкладывать все в это благословение? Перед тем, как мы начнем все эти рассуждения, хочется сказать страшное слово. Это библейское слово. Проклятие матерей разрушат дома детей до основания. Я хочу сразу сказать в молодежи несколько истин. Самое первое. Родителей не выбирал никто из вас. Никто из нас никогда не мог заказать себе родителей. Поэтому они есть. Их надо уважать. Их надо любить. И нужно сделать так, чтобы они были счастливы нами, как детьми. Это первая мысль, которую нам нужно оставить. Мы не выбрали родителей. Это первая важная мысль. Вторая важная мысль. Нет условия, каких родителей почитать, а каких не почитать. Условия нет. По-английски слово options. Какие-то условия, какие-то изменения. Такого нет. Вот какой у тебя есть отец, ты его должен почитать. Вот какая у тебя есть мать, ты ее обязана почитать. Я понимаю, что, слушая это, некоторая молодежь немножко чешет затылок и говорит, вы не знаете моего отца. Действительно не знаю. Но я и не должен его знать. Потому что у меня есть мой отец, которого я должен почитать. Возможно, у кого-то отец лукавый. Отец, который дома один, в церкви другой. Это больно, это страшно. Но я открою вам секрет, который когда-то открыли нам. Чем сложнее тебе сегодня уважать своего отца, уважать свою мать, чем тебе это труднее, тем больше Господь благословит тебя. Я испытал это в своей жизни. У меня на Украине есть друг. Я восхищался его решением. Он сам не из Славянска, он из города Горловки. Ну, это примерно 60 километров, 40 миль от нас. Для Украины это дистанция, так как у нас ни у кого не было машины. Он приехал учиться в Славянск, закончил институт и остался в Славянске жить. Начал работать, прилип к нашей церкви. Но он для себя принял решение. Я восхищался им. Раз в две недели на выходные он ездил к маме. У него не было отца, я не знаю его историю. Интересно, что иногда на эти две недели выпадала какая-то молодежная конференция. Его это не останавливало. Иногда на эти две недели мы выезжали куда-то в лес молодежью и весело проводили время. Он ездил к маме. Я говорю, слушай, ну не поедь сегодня, делов-то там. Он говорит, ты знаешь, я решил для себя. Я буду ездить к маме. Она скучает. Я ее не вижу две недели. Позвонить, то такое. И вот что бы ни происходило, он принял для себя такое решение. Я знаю лично этого человека. Он женат, трое детей. И очень счастлив в своей семье. Они вместе служат Господу. Я знаю другие плачевные истории, когда женился сын. Ему говорили отец и мать. Не надо. Ну, не советуем. Даже вплоть запрещаем. Но сынок позволял себе вольность. И кидался такими словами. Да что вы понимаете? Мы будем так жить. Никто так не будет жить. Вы знаете, сынок выполнил эти слова. Так живет, никто так не живет. Так лучше не надо жить. Невозможно. Не заработал благословение отца и матери, иметь счастливую жизнь. Я хочу сказать еще важную мысль. Это не перекроется, насколько молодой брат, молодая сестра служат Господу и действуют в церкви. Это не перекрывается. На чашах весов это нельзя перекрыть одно другим. Когда-то Христос обличил народ. Он сказал, что вы говорите дар Богу, да, то, чем бы ты от меня мог пользоваться. И то есть, кто вот так решил, другими словами, кто после своей смерти завещание оставляет на храм там, да, все деньги, то тот как бы уже родителей может не уважать. Может о них не заботиться. И Христос осудил эту группу людей. Говорит, вы упразднили, вы убрали заповедь Божью, почитай отца твоего, почитай твою мать. Христос осудил таких людей. Христос подтвердил, что почитать отца, почитать мать, это нужно. Интересно, что Христос имел земных родителей тоже. И написано, он пребывал, помните, да, в повиновении, в уважении у Бога, у людей. Написано, хотя он и сын, но навык послушанию. Он выполнял, имея земного отца, земную мать, он был послушанным, показав пример нам. Есть разные отцы, есть разные матеря. Никто нас от этого не освобождал. И никто никогда не скажет, что если ты в церкви с утра до вечера служишь, трудишься, что-то делаешь, а дома палец о палец, и мама говорит, слушай, останься дома, надо помочь по дому. Не, мне в церковь на служение. Помни, мой друг, помни, моя сестра, что это не перекроется одно другим. Есть служение Господу, а есть почтение к родителям. И это самое главное, что ты должен сделать, находясь в родительском доме. Самое-самое главное. Интересно, когда апостол Павел дает перечень людей, описанных в послании к Тимофею, что в последние дни будут весьма тяжелые времена, потому что люди будут, и он говорит, они будут злые, неблагодарные. И большой перечень, то там есть слово «родителям непокорны». Оказывается, тяжелые времена наступят не потому, что денег не будет хватать, не потому, что кризис настанет финансовый, а потому что люди изуродуют свой моральный оплик. Из-за того, что люди станут злые, неблагодарные и страшные очень родителям, непокорные. Это будет тяжелое время для родителей. И сами дети не понимают, что они делают в тяжелое время для себя. Написано страшное пророчество, что будут дни, когда восстанут дети на родителей и умертвят их. Мы слышим по новостям жуткие вещи. Сын убил отца, убил мать. Мы слышим это сегодня. Одно из частей служения Иоанна Крестителя написано было, он пришел возвратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Оказывается, там тоже была проблема. Там тоже нуждалось в этом. Давайте мы прочтем несколько библейских историй о том, как сыновья зарабатывали благословение отца. И какое это было благословение. Книга Бытие, 49 глава, друзья мои. Первая книга Библии, последние главы. 49 глава, книга Бытие. Итак, отец Иосифа, Иаков, благословляет своих детей. Интересно, что в том, как он будет их благословлять, и будет будущая судьба сына и его потомков, его поколения. Каждый из сыновей что-то заработал. Среди 12 сыновей нам выделяется Иосиф, сын, которого любил отец и который любил отца. И выделяется другая группа его братьев, которые были, ну, люди негодные, злые, которые собственного брата продали в рабство, которые отца обманывали. Каждый из них что-то сделал для отца. Иосиф полюбил отца. Иосиф доносил отцу, говоря, что его сыновья, другие, родные братья Иосифа, поступают неправильно, делают зло. За это он кое-что получил. Иосиф получил ненависть собственных братьев, но в противовес этому он получил расположение отца. Иногда на чашах весов у молодого человека стоит выбор. Получить расположение своих друзей, но взамен получить недовольство отца. Или получить расположение и уважение и благословение отца, но стать белой вороной в кругу своих друзей. Вы знаете, этот выбор не новый. У Иосифа был этот выбор. Он выберет отца. Он выберет, что он будет слушаться отца, любить отца. Он ему расскажет, когда братья не правы. И этот выбор перекалечит всю его жизнь. Родные братья продадут его в рабство. Он будет оклеветан порочной женщиной, которая скажет, что он имел с ней половую связь. Его кинут в тюрьму. Он просидит там два года. Отец давно забудет об Иосифе и будет думать, что его растерзали звери. Но в 30 лет в жизни Иосифа произойдет вообще невероятная перемена. Он станет вторым человеком в самой современной, в самой сильной империи того поколения, в Египте. Он станет, как это называется, вайс-президент, второй человек в государстве. То есть давайте посмотрим жизнь Иосифа. Стоили ли вот эти его 10-13 лет мучений, переломанной жизнью, в противовес тому, кем он станет? Кем станут его братья? Придет момент, когда они придут к нему. Они его не узнают, они ему поклонятся, как это было Иосифу открыто раньше. Но каждый из них что-то заработал. И мы читаем благословения братьев Иосифа. Бытие, 49 глава, 14 стих. Мы прочитаем два для сравнения. Итак, есть сын по имени Иссахар. И вот как отец благословляет сына. Иссахар, осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. И преклонил плечи свои для ношения бремени. И стал работать в уплату дании. Если сказать по простому одной фразой, папа благословил сына хорошо. Сынок, здоровья побольше. И всю жизнь работай на то, чтобы долги отдавать. Вот кто бы мечтал такое благословение от папы? Когда я сказал человеку, он говорит, а что ты удивляешься? В Америке все так работают. В Америке все имеют долг, все его отрабатывают. Но это другая история. Сын заработал благословение от отца, что отец благословил его сыну крепкого осла. И вот ты преклонил плечи. И работать в уплату дани, в уплату налогов, в уплату долгов. Вот так отец благословляет своего сына. Я бы не хотел такого благословения от своего отца. Давайте для сравнения прочнем благословение Иосифа, друзья мои. Это же глава, 22 стих. Сын Иосиф, который полюбил отца, который старался быть отцу полезен, который говорил неправду о братьях и заработал его расположение. 22 стих. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, стреляли и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его и от рук мощного Бога Израилева. Вот интересное сравнение. Благословляет отец другого сына. Говорит, ты плодоносная ветка, которая находится возле источника воды. Мы знаем, что для дерева самое важное, чтобы вода была рядом. Оно растет, корни укрепляются, укореняются. Это результат жизни двух сыновей. Мы не будем читать остальных 10. И Сахар, Папа благословляет, чтобы ты всю жизнь на отдачу долгов работал. И Иосиф, Папа благословляет, что ты ветка плодоносного дерева около источника. Каждый из них что-то заработал. Каждый из нас, находясь в доме родителей, что-то зарабатывает. Кто-то зарабатывает благословение. Кто-то зарабатывает пустоту. Кто-то зарабатывает даже проклятие. Я очень хочу сказать, чтобы мы серьезно задумались сегодня. Сегодня звучали проповеди о покаянии. Если вы обратили внимание, первая проповедь была о том, как Израиль грешил от Бога, и ему надо было покаяться. Вторая проповедь говорила о рождении свыше, о том, что человеку надо с Богом примириться. Я, думаю, не ошибусь, если скажу, моя проповедь будет говорить тоже о покаянии, о том, что иногда нам надо покаяться перед нашими родителями, извиниться перед ними за все слезы, которые мы им доставили, за всю боль. Позвольте мне вспомнить пример отца и сына Давида с Авесоломом. Это папа и сын. Авесолом негодный сын, отвратительный сын. Интересно, что про Авесолома написано, что от подошви до темени у него на теле не было недостатка, не было человека столь красивого. Он царский сын, он красивый, сильный, молодой юноша. Его жизнь закончится очень рано. Он будет убегать на осле, на лошади, я не помню, запутается своими длинными волосами в ветках дерева, и ему три стрелы вонзят в сердце. Сын царя окончит свою жизнь молодым человеком, который будет висеть на дереве с пробитым сердцем. Почему такой конец? Потому что в какой-то момент Авесолом пойдет войной на своего отца Давида. Был ли Давид неправ? Очень даже. Согрешал ли Давид? Конечно. Но важная мысль, которую должна услышать вся молодежь, никто из нас не поставил нас судить наших родителей. Никогда. Они могут ошибаться, конечно. Они могут быть неправы, сто процентов. Никто из нас, молодежь, никто из нас постарше, никто из нас никогда не ставил нас судить наших родителей, разбирать, где они правы, где неправы, и выносить им какой-то вердикт. Вы знаете, я был очень умный и учил, как воспитывать детей. Но я очень резко замолчал, когда дочке перевалило за два. Я помню, после того, как я сказал эту проповедь в том собрании, ко мне подошел брат, слушай, а у тебя есть проповедь на тему отцы, не раздражайте детей ваших? Говорю, есть, я ей лет через 30, может, скажу. Он говорит, а почему так? Говорю, ну если моя дочь вырастет, будет в церкви, и все нормально, то, возможно, я имею право открыть рот на эту тему. Часто молодой человек говорит, как папе надо было поступать. Сам при этом не женился, не воспитал детей, не вставал к ним ночью, не имел ответственность за плечами, за кого-то. А теперь он специалист, а теперь он знает, как папе надо было вообще в Америке жизнь строить. Это большая ошибка. Не становитесь на пути весолома. Он закончил лихо свою жизнь. Это был сын, из-за которого пролиты слезы. Сын, который отца выгонит из города. Он закончил жизнь очень весело. Очень весело. Никому я такой кончины не желаю. Наши родители часто ставят нам запреты. И эти запреты непонятны. Но они становятся понятны спустя время. Когда-то Христос сказал Петру, то, что я делаю сейчас, ты не разумеешь, ты поймешь после. Вы знаете, когда мама и папа мне что-то запрещали, я не понимал. С годами я понял. Например, у меня недавно был случай, я своей дочке запретил кое-что. Я попросил у меня, есть дочка, которая 4 года, и есть дочка, которой 3 месяца. И вот я старше сказал, соску вставь в маленькую, 3-х месячную. Но моя старшая при этом что-то вырезала. У нее на пальце были ножницы. Но она поняла, что надо вставить соску, схватила соску, с ножницами на пальце побежала к коляске. Я закричал, стой! Она не поняла, почему я запретил идти к коляске. Потому что она может сделать проблему для дочери. Она подрастет, она все поймет. Я приводил этот пример в той церкви, хочу привести его сейчас. У меня был приятель, с которым я так крепко подружился. Но приятель был не очень хороший, потолкнул на разные плохие дела. Мне было около 14 лет, когда папа узнал, что мы сделали. Папа сказал мне, что с ним дружить не надо, но закрепил свои слова печатью на моем теле. Нужным предметом он оставил эту печать. Ремня дал хорошего, другими словами, по-простому. Прошло время, сегодня мне 29 лет. 15 лет прошло с того запрета, как папа запретил мне с ним общаться. Я так толком и не общался больше с этим парнем. Сегодня его жизнь страшная. Мать его толком не любит, если не сказать, что ненавидит. Живет он, не пойми где. Семьи толком нет, он старше меня года на 4. И вот такая его судьба. Понимал ли папа в тот момент, когда он мне что-то запрещал? Конечно, понимал. Мой папа боится компьютера и не знает, чем отличается Apple от Android. Но мой папа разбирается в людях. И ваш папа не хуже. Мой папа не верующий, но в жизни он понимает. Ваш папа верующий, он понимает еще и в Слове Божьем. Он прекрасно в этом понимает. Позвольте еще пять минут, я прочту последний момент. Как один сын пренебрег благословением отца, а другой это перехватил. Бытие, 27 глава, и мы будем заканчивать. 27 глава книга Бытие. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился и не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне. Я прошу еще раз, я это говорил, особенно внимательно проследите конец четвертого стиха. Папа, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Есть некая разница, когда мы подходим, папа благословит, а благословляю. И разница в том, что когда папина душа благословляет нас, когда молодой человек, молодая сестра заработала это благословение, постаралась сделать все, перед этим есть закон. Папа говорит, сделай то, что я люблю. Скажите, для нас секрет, что любят от нас наши родители? Вот кто не знает, вот чего папа от него хочет? Вот папа так загадками говорит, так притчами иносказательно. Сынок, было бы неплохо, если бы ты пошел в кухню, а там думай сам. Как правило, папа говорит, пойди посуду помой, пойди убери, помоги мне, я вот тут работаю. Мы знаем, чего папа и мама от нас хочут. Есть закон. Сделай то, что я люблю, чтобы благословила тебя душа моя. Сделайте то, что любит папа. Сделайте то, что любит мама. Их душа вас благословит. Возможно, они словами не скажут этого, но есть Божий закон. Сделай то, что любит твой отец. Сделай то, что любит твоя мать. Я приведу примеры своей жизни, хотя я не люблю хвастаться. Школу я прогулял очень много. Наверное, начиная с хайскула, мне проще сказать, сколько дней я был в школе, чем сколько дней я прогулял. В итоге у меня все... Закончил я хайскул с одними тройками. При этом я понимал, что мой папа хочет, чтобы я хорошо учился. Он учитель. У меня все тройки. Две четверки. То есть все Си, две Би. Наверное, учительница жарилась, чтобы не делать меня круглым троечником. Когда я поступил в училище, я покаялся. Я был верующим человеком на тот момент. И вот это слово, которое часто звучало у нас в церкви, я принял для себя всерьез. Своё училище я закончил с красным дипломом. У меня все пятёрки. Я даже не знаю, где этот диплом сейчас лежит. Но в тот момент я сделал то, что мой папа хотел от меня. Он хотел, чтобы я хорошо учился. Я прошёл и показал ему красный диплом. Он сказал, молодец, хорошо. Это было всё, что он сказал. Но я знаю, что в моей жизни тогда сработал закон. Сделай то, что я люблю, чтобы благословила тебя душа моя. Я рад, что я живу в этой стране, что я живу с той женщиной и с той сестрой, которую я люблю. Немножко о себе. Приехал я в эту страну, у меня было две тысячи долларов долга. А тысячи я Насте сказал, а второй тысячи было стыдно. Сказал спустя три с половиной года, когда всё отдал натихаря. На сегодняшний день я приехал в это собрание на машине. Я сыт, обут, одет. Я могу прокормить своих детей и могу чем-то помочь своим родителям. И я вижу в этом не результат своих мозгов, своих способностей. Я вижу в этом результат того, что я старался, чтобы мой папа и мама, чего они от меня хотели. Я счастлив в своей семье. Я очень хочу, чтобы в народе Божьем, в церкви Божьей было много, много счастливых семей. Дорогая молодёжь, дорогие люди, мы должны понимать это. Мы должны понимать, что сделайте то, что любит папа, сделайте то, что любит мама, чтобы заработать их благословение. Буквально ещё пару слов и мы закончим. После того, как молодой человек женился, молодая сестра вышла замуж, это не значит, что родители теперь их нужно выкинуть. Они не нужны. Вы можете иметь большое благословение в лице своих вторых родителей. Я в этой церкви, вы меня знаете, вы знаете и моего тестя, и мою тёщу. Я никогда их не называл тёщей и тесть всерьёз. Я называл их папа и мама, и я люблю их так, и я испытываю к ним эти чувства. Так сложилось, что мои родители живут на Украине. Сегодня, имея детей, я больше стал понимать папу, стал почаще позванивать, спрашивать, как дела. Я очень хочу, чтобы после этого собрания мы, я не говорю вы, мы пришли домой, сказали, папа, я тебя люблю, мама, я тебя люблю. И, возможно, в сердце вы этого не испытываете. Простите, что я с кафедрой скажу, обманите их в этот момент, не согрешите. Если вы скажете, папа и мама, я тебя люблю. И скажите это и завтра, и послезавтра, и говорите это минимум три раза в день, как вам надо покушать. И покажите любовь к родителям и уважение делами. Я уверен, как многое в вашей жизни изменится, очень многое. Например, вчера у меня был такой случай. Мне надо было к 12 часам попасть, чтобы начать сдавать экзамен. Мне позвонил мой отец, попросил с ним съездить по делам, у него не было машины. В итоге, когда мы проехали, я вижу, я очень опаздываю. Ну, мы сделали все его дела. Когда я подъезжал туда, я опоздал минут на 20 на экзамен. Перед этим я позвонил, говорю, знаете, вот так и так, я опаздываю. Он говорит, без проблем. Хотя обычно там очень сильно за это ругают. Нет проблем, я начал экзамен позже, но свои три часа мне на экзамен дали. Сделайте то, что хочет от вас отец, то, что хочет от вас мать. Только в этом залог счастливой семейной жизни. Только в этом можно заработать благословение. Наше время подходит к концу. Я очень извиняюсь, что взял много вашего времени. Давайте мы сейчас помолимся. Мы поблагодарим Бога за наших родителей. Ведь у 99% здесь сидящих, они верующие. Это величайшее благословение, которое вы можете пожать в своей жизни. И попросим у Бога прощения, где мы доставляли родителям слезы, где мы доставляли родителям горе. И попросим, чтобы Он простил нас. И будем молиться, друзья. Отец Небесный, Господь и Бог, сердечно мы благодарны Тебе и поклоняемся. Они молятся за нас. И прости нас, Господь, где мы согрешали перед ними. Где мы их не уважали. Где мы, Господь, им доставляли слезы, боль. Прости нас всех за это, Господь. И я говорю о себе точно так же. Я прошу, чтобы это слово о почтении к своим родителям вошло в наши сердца, Господь. Я прошу Тебя, чтобы эта связь не была разорвана. Чтобы дьявол никого из здесь присутствующих не обманул, Господь. Чтобы никто никогда не вбил себе в голову, что есть что-то, что позволит мне почитать Отца. Что можно чего-то достичь, и уже не надо почитать свою мать. Я очень прошу, чтобы никому в голову такая мысль не вошла, Господь. Чтобы каждый из здесь присутствующих, холостых сестер, холостых братьев, имел счастливые семьи, имел счастливых мужей, счастливых жен, Господь. Но чтобы все мы серьезно снеслись к слову, что нужно почитать и уважать своего Отца. Господь, мы благодарны за это собрание. И просим благословения Твоего. На грядущую неделю, на рабочую неделю, чтобы Ты благословил нас на работах, в учебах. Где мы будем находиться, чем мы будем заниматься. Но самое главное, что у кого была поломана связь с родителями, чтобы она восстановилась. Если кому-то надо простить своего Отца за несправедливость, ты помоги этому брату, этой сестре переступить через это, Господь. Если кто-то увидел, как он неправильно был в отношении к родителям, помоги им примириться с родителями. Господь, благослови нас всех, и да будет имя Твое святое прославлено и возвеличено. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. Мы сегодня слышали очень много для наших сердец. Бог говорил каждому из нас. Я думаю, что никто не уйдет отсюда, не услышавший что-то для себя. Сейчас будем молиться за нужды, но перед тем я сделаю несколько объявлений. Мы знаем, что сегодня утром объявлялось, что у нас в среду служения не будет. Будет в четверть утром, в 11 часов утра служения. И сейчас молодежная молитва будет сразу же после служения, приблизительно к 9 часам. Сейчас я прочитаю нужды. Помолитесь за долгожданную дочь, она вторая в семье, при рождении не открылись легкие, лежит под аппаратом уже три дня. На малое время врачи отключают аппарат, немножко лучше, то есть появляется дыхание. Верим, что Бог силен помочь. Дорогая церковь, прошу помолиться за меня, болею, чтобы Господь исцелил. Друзья, вознесите молитву о покаянии моих внуков, дабы Господь дал им покаяние и страх Божий, и спас их души. Мы улетаем в Миннесоту, помолитесь, чтобы Бог хранил нас. Мы сейчас встанем для молитвы и попросим, чтобы Бог вышел навстречу. Мы знаем, что Ты Бог, который отвечаешь на молитвы. Мы знаем, что Ты Бог, который приходишь, Иисус, в те места, Иисус, где больно нам, Иисус. И Ты касаешься своей рукой, Отец дорогой. Мы знаем, что Ты Бог, который есть всегда рядом с нами, и когда нам тяжело, Отец. Мы знаем, что Ты Бог, который отвечаешь, Отец. Зайди ты в эти места, Иисус, где сердце болит, Иисус, где душа болит о детях, Иисус дорогой. Где душа болит о тех, кто болеет, Отец дорогой. Сам приведи, Иисус, свою руку исцеляющую, Отец дорогой. И мы просим Тебя, живой Бог, чтобы Твоя рука, она произвела свою работу в сердцах этих людей, Иисус дорогой. Мы просим Тебя, Иисус дорогой, сопровождай Ты нас, Иисус, и в наши трудные времена, когда нам тяжело, Иисус, чтобы мы прибегали к Тебе, Отец наш. Благодарим Тебя, Иисус, за сегодняшнее служение, за то, что Ты так многократно говорил к нашим сердцам. Благослови Ты наши, когда будем расходиться. Иисус, пути нас, пусть Твоя рука ведет нас. Тебе благодарность за все. Живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»